Приветствую всех, кто смотрит данный эфир в записи. Сегодня будем творить новогодние дизайны. Сейчас буквально минуточку подожду, пока присоединятся ко мне мастера, коллеги. И уже приступим к созданию крутых новогодних дизайнов. Так, вижу, подключаются. Напишите мне, пожалуйста, кто меня слышит, видит, как меня слышно-видно. Для, так скажем, проверки связи. Итак, сегодня будем создавать новогодние дизайны, новогодние шары, банты и очень красивый новогодний носочек нарисуем. Так, сейчас я вам покажу раскладочки с новогодними дизайнами. Приветствую всех, кто присоединяется. Будем также работать с новыми коллекциями. Это у нас коллекция Шарм, коллекция Призма, Диско, Тинс от Planet Nails. Также поработаем с акварельными капельками для создания теневой части у новогодних шаров. Разберем постановку света тени. Также будем прорисовывать тоненькие линии, украшать наши дизайны блесточками. В общем, красоты будет сегодня много. Ну что, переворачиваю камеру, приступаю, покажу вам новогодние дизайны. Дорогие друзья, кто присоединился, напишите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно и видно для проверки связи. Итак, переворачиваем сейчас мою камеру. Такой технический момент, прям пару секундочек. И опережая ваши... Ага, вижу, сердечки летят, спасибо большое. Опережая ваши вопросы, почему одна рука в перчатке не успела к прямому эфиру доделать три ноготочка, поэтому сегодня вот так. Итак, дизайны. А, сейчас камера сфокусируется. Ага, наша новогодняя красота. Это, конечно, шарики, снежинки, бантики. Есть вот такие вот мультяшки. Если они вам нравятся, пишите обязательно комментарии. С ними тоже выйду в прямой эфир. Порисуем немножечко здесь. Очень много растушевки гель-лаков. То есть, эти рисунки выполнены полностью гель-лаками. Сегодня мы выполним дизайн вот такой вот новогодний носочек красивый. Также вот в этом дизайне мы порисуем гель-лаками, также с растушевкой бантик. Поработаем с акварельными капельками, выполним теневую часть у шара. И также нарисуем вот такую красивую снежинку. Здесь у нас магнитные гель-лаки, коллекция призма. Покажу, как их очень красиво магнитить. Итак, приступаем. Убираю дизайны. Если захотите, чтобы дизайны еще вам показала, я раскладочку нашу верну. Итак, приступим к дизайну. Носочку. Сейчас мы его вот здесь рядышком прикрепим, чтобы было видно, что я делаю. Здравствуйте всем, кто присоединяется. Итак, вот такой красивый носочек. А я уже выполнила заранее, здесь под ложечку нанесла. Очень красивый гель-лак коллекция Charm от Planet Nails, номер 675. Он с мелким-мелким шиммером. Сейчас я вам покажу его поближе. Так, сейчас камера сфокусируется. Ага, вот такой нежно-розовый, с серебряными блесточками. Я нанесла его в один тон. Ой, в один слой, извиняюсь. И сейчас я его перекрою матовым топом. И уже по матовому топу буду выполнять рисуночек. Так, ну что, приступаем? Так, девочки, всем здравствуйте. Да, перед тем, как покрою матовым топом, сделаю замалевочек самого носочка красным гель-лаком. Красный гель-лак беру номер 650 коллекции Allure. Вообще, это мой любимый красный. На самом деле, с этим красным я проехала все свои чемпионаты, где нужно было покрывать номинации по маникюру, где покрытие красным гель-лаком в однотон. Использовала именно этот цвет 650. И все мои ученицы работали тоже по нему. Итак, для того, чтобы нарисовать подмалевочек, вообще, в принципе, сегодня я буду использовать три кисти. Поскольку они у меня все в таком рабочем состоянии, номерочков у них не видно. Если кому интересно, да и, в принципе, наверное, потом после эфира номера кистей я припишу в комментариях обязательно, чтобы вы знали. Для подмалевочек я беру кисть потолще. Вот посерединке, которую у меня возьму. Номерочки вам обязательно всем продублирую. Так. Всегда перед началом работы я кисть промываю. Всегда промыла, о, салфеточку вытерла. Далее, что я делаю? Напитываю кисть гель-лаком красным. Прям вот пропитываю полностью ее. И рисую очертания моего носочка. Прорисовываю боковую сначала стеночку. В принципе, сначала, да, рисую очертания, а потом в дальнейшем не обязательно суперчетким его делать сейчас. Потом, когда мы перекроем матовым топом, я буду еще дорисовывать черный гель-красочкой, черным лайнером. Итак, рисую очертания моего носочка. Заднюю стеночку, пяточку, подошву. Так, носочек такой кругленький. И вывожу все наверх. Нарисовали. И далее начинаю его заполнять цветом. Набираю материал на кисть. Если вдруг я буду уходить из кадра или камера будет не фокусироваться, вы мне обязательно комментарии, пожалуйста, пишите. Потому что я рисую, смотрю все-таки на типсик, а не в телефон. Сделаю вот пяточку еще чуть-чуть пообъемней. И вообще рекомендую все такие сезонные дизайны, конечно, готовить немножечко заранее, чтобы они у вас были уже отрисованы, так скажем, отрепетированы. И клиент, когда уже приходит на процедуру, уже сразу же ему предоставлять выбор этого дизайна. Сейчас у нас волосочек тут попал. Но вообще гель-лак без волосочков это не гель-лак. У нас они от безворсовых даже салфеточек эти волосочки могут быть. Нарисовала. Отправляю на полимеризацию. На 30 секундочек. Далее кисть промываю от красного гель-лака и дальше я буду использовать для растушевки, для теневой части в моем рисунке черный гель-лак коллекция Black & White номер 443. И также я возьму топ с липким слоем. Почему топ с липким слоем? И что я сейчас буду делать? Я буду их замешивать. для того, чтобы мне сейчас я вам покажу. Для того, чтобы мне сделать вот эти вот теневые части у моего носочка. Почему именно топ с липким слоем? Потому что он ляжет очень тоненько. А дополнительная толщина в наших рисунках нам не нужна. Например, дополнительную толщину может дать топ без липкого слоя. Топ с липким слоем он все-таки приравнен по консистенции к материалам. Помните, были биогели, биотопы. Такие жидкие прям материалы. Вот топ с липким слоем как раз-таки жидкий. Я беру маленькую капельку черного гель-лака и начинаю ее размешивать в топе с липким слоем для прозрачности. Далее кисть оттуда вывожу. Как мы выводим кисть? Сейчас вот сюда подвину. Замешали гель-лак. Далее поставила в одну точку и прокручивающим движением видите, я в ручке ее прокрутила я вывожу из материала. Итак, теневую часть рисуем. Значит, она у нас будет под вот этим блестящим ободочком у носочка. Этот ободочек будет давать нам тень. Мы вот здесь немножечко затемним. сам носочек и чуть-чуть прям пяточку. Итак, приступаем. Под блестящим ободочком ставим мало материала взяла еще, добавим. Поставили вот эту капельку. Далее кисть я вытираю о сухую салфеточку. Не промываю, просто вытерла. И далее границу своего полупрозрачного черного я просто потихонечку стягиваю. Стягиваю и как будто бы прям вот размазываю, растушевываю. Отправляю на полимеризацию. Буквально можно 3-5 секунд. Далее вновь достаю свой дизайн и добавлю еще. Вот такая красивая растушевка получается за счет наслоения. Не пытайтесь положить сразу огромную капельку. постепенно наслаивайте. И она будет... Ну, камера, конечно, не передает всю яркость моего дизайна. Вот. Выживую, конечно, смотрится поярче. Давайте для того, чтобы в камере тоже ярко смотрелось, вот так я добавлю. Вновь кисть вытираю о салфеточку и подстягиваем наш полупрозрачный черный материал. Отправляем в лампу вновь 3-5 секундочки. О, сердечки летят. Спасибо большое. Вижу, вижу. Далее я заполняю носочек. Носочек. Где у нас пальчики? Тоже ставлю пятнышко. Давайте сразу и пяточку сделаю. Ставлю капельки. Вытираю кисть о сухую салфеточку и границу просто подтягиваем. Подтягиваем, растушевываем. И у пяточки все то же самое. Если хотите тень, вот эту темную, сделать поярче, сделайте наслоение. Сделайте еще один слой и третий, если потребуется. Но не пытайтесь положить сразу большой объем, потому что будет грязно. Вы просто растушевать эту границу не сможете. Итак, теневые части я нарисовала. Еще хочу добавить тень, знаете где? Вот в этой части, где у нас сгибается ножка. Ставлю прям маленькую капельку. Вновь кисть вытираю о сухую салфеточку и подтягиваем в разные стороны. Растушевываем. Все, отправляем в лампу вновь. Три-пять секундочки. Этого достаточно на этом этапе. И далее я беру топ, мой любимый. Он не просто матовый. Это топ вельвет. От Planet Nails. На тактильные ощущения он безумно приятный. Также он не пачкается в носке. Вообще его во всех своих дизайнах, где у меня есть матовое покрытие, я использую именно вельвет. Перекрываем... Ой, камеру задела. Перекрываем ноготочек матовым топом. И далее нам останется сделать черную прорисовочку и добавить блестящие элементы. Сейчас, секундочку, я, походу, не выключила звук на телефоне. Так, и добавить блестящие элементы. Перекрыли матовым топом. Отправляем на полимеризацию 60 секунд. Далее нам нужно будет снять остаточки дисперсии на нашем ноготочке и приступить уже к дизайну. Так, дизайн. Смотрите, у нас блесточки есть. И на блестящем ободочке. И вот здесь вот, да, в этой части. И также блесточки у нас есть в такой веревочке, так скажем. Что я буду делать? Я нарисую сначала веревочку блестящую и также вот эту часть носочка. И потом уже приступлю к черной прорисовке. Для блестящего элемента в своем дизайне я буду использовать вот такой вот серебряный светоотражающий гель-лак коллекция диска номер 151. Здесь у нас присутствуют и блестки, и светоотражающие частички. Красота какая, спасибо большое. Так, также капаем на палитрку. И прямо этой же кисточкой, которую я делала под малевочек, я сейчас нарисую блестящие элементы. Итак, достали из лампы. Снимаем остаточки дисперсионного слоя. Протерли ноготочек, чтобы быстрее он высох. Я обычно еще вот так салфеточкой могу немножечко помахать. Так, берем кисть, наш блестящий гель-лак. Давайте нарисуем сначала ободочек у носочка. Он у меня такой объемненький. Так, если я буду выходить из кадра, вы мне, пожалуйста, пишите. Объемный пушистый элемент. Можно, конечно, взять еще и просто блестящий гель-лак, но я считаю, что сверкать так сверкать. Идти уж тем более в новогодних дизайнах. И я всегда беру светоотражающие гель-лаки. Для того, чтобы эффект был максимально вау. Прям так с объемчиком положила. Нанесла. Далее отправляем в лампу на полимеризацию. И сейчас мы прорисуем вот эту вот веревочку. На которой у нас висит наш носочек. Достаю свой ноготочек. И рисую. Также достаточно объемненько свою веревочку. Как типсик, так и ноготочек клиента у нас может поворачиваться в разные стороны. Когда я слышу, что удобно рисовать на типсе, можно в разные стороны покрутить. Рука клиента не крутится. Ну, неправда. Покрутите своей ручкой в разные стороны. Вам же удобно? Удобно. И также клиент ради красивого дизайна. Если это нужно, он ручку повернет так, как удобно будет мастеру. И так, закончили с блестящими элементами. Далее мне эти блестящие элементы нужно будет перекрыть топом. Я беру без липкого слоя. Ну, зачем мне лишний раз снимать дисперсию? Топы мои любимые два. Два топа. Это просто топ без липкого слоя и мультитоп. Мультитоп. Такие флакончики черные матовые. Но это отдельная моя любовь на самом деле. Так, давайте я возьму мультитоп. Он у меня ляжет чуть-чуть потоньше. Я также капаю его на палитрку. И тоненькой кистью нанесу точечно свои элементы. Кисть от блестящего гель-лака я промываю. Напитываю кисть топом. Обвожу свою веревочку, на которой у меня будет висеть мой носочек. И блестящий элемент у самого носочка. Кстати говоря, очень круто, что благодаря топу без липкого слоя элементы, которые мы покрываем точечно, они прям вот 3D-шные становятся. Увеличиваются в объеме. Отправляем на полимеризацию. И пока готовимся к следующему этапу. А следующий этап это у нас прорисовка тонких черных линий. Мы будем прорисовывать веревочку, сам носочек, швы у носочка у нашего. И, конечно, сам носочек по периметру. Я это делаю каким материалом? Лайнер гель. Это материал высоко пигментированный. Предназначен именно для прорисовки тонких линий. Кисть я уже меняю. Беру тоненькую кисточку. У нее номер 21025, если не ошибаюсь. После эфира в комментариях обязательно добавлю, пропишу. Также перед работой всегда кисть еще раз промываю. Набираю лайнер гель и ставлю на палитру специально для прорисовки тонких линий. То есть, если вы вдруг захотите, ну я не знаю, пол ноготочка, к примеру, перекрыть вот этим лайнером гелем, он просто у вас не заполимеризуется до конца. То есть, он непосредственно для тонких линий. Итак, давайте сначала мы сделаем нашу красивую веревочку. Как мы это делаем? Так, сейчас я подвинусь немножечко. Так, если из кадра выхожу, вы мне пишите. Нам нужно нарисовать такую косичку. Тоненькой кисточкой. Раз. Кстати говоря, если вы рисуете новогодние дизайны в стиле как свитера, вязка, да, элементы здесь все те же самые. Катюша, привет! Так, прорисовываем нашу веревочку. И далее, не отправляя на полимеризацию, прям здесь. Давайте начнем прорисовку нашего носочка. Сначала я прорисую по периметру. Привет, привет! По периметру. И уже потом отправим на полимеризацию. Это материал высоко пигментированный. Он у вас никуда не потечет. Вы можете прорисовывать элемент за элементом. Но если вы в себе уверены, что вы доведете этот рисуночек до конца, да, и вам не придется никакой элемент стирать, иначе вы можете задеть другой элемент и придется рисовать все заново. Можете, допустим, нарисовать веревочку, ее отправить на полимеризацию и только потом приступать к прорисовке самого носочка. Прорисовываем, очерчиваем его очень тоненько. Давайте вот отсюда начну. элемент носочка, где у нас пальчики. И сейчас сразу с вами прорисуем еще здесь и шовчики. Так, шовчик у нас будет, допустим, в зоне, где у нас пальчики. Так вот, пунктирные линии очерчим очень тоненько. Напишите, пожалуйста, вам как видно. Все хорошо? Так же мы очерчим пяточку, тоже пунктирные линии, как будто бы это у нас шов. И сделаю такую небольшую линию в зоне, где у нас сгибается ножка. И приступаю к элементу, где у нас была коллекция диска. Блестящий вот этот воротничок у носочка. Тоже его обводим, не торопясь, тоненькой линией. И уже полностью весь рисуночек мы отправим на полимеризацию. Прорисовываем. Можно, конечно, сначала прорисовать черную линию, потом нарисовать блесточками, да, вот этот воротничок. Но я люблю прорисовку делать именно в конце дизайна. Также пару полосочек добавлю вот здесь. Раз, раз. Прям тоненьких-тоненьких. Наш дизайн практически готов. Нам нужно нарисовать веревочку, на которой висит наш носочек. На эту веревочку все ок, отлично. Спасибо большое. Веревочка у меня с одной стороны сзади заходит. Раз, довела до веревочки блестящей, отступила. Дальше петелька у меня будет сейчас сверху. Петелька сверху, чуть-чуть прям. И уже прям по веревочке дублирую к носочку. Вот такая. Можно еще добавить, видите, у меня здесь несколько таких, как дождичек висит. Тоже лайнер гелем, я этого делала прорисовку, мы можем добавить. Давайте вот здесь вот одну. Раз. И можно чуть-чуть набрать материала на краешек кисточки, на кончик, и поставить точечку. Еще одну веревочку. Также добавлю точечку. Парочку даже, да? Ну, можно отправлять. Не фокусируется. Можно отправлять на полимеризацию. Наш дизайн готов. Полимеризуется лайнер гель 60 секунд. Хочу вам показать, какая у меня красивая лампа. Сейчас я поверну. Опачки-опачки. Телефончик. Красивая новая лампа от Planet Nails. Обзор на нее будет очень скоро. Очень удобное в использовании. В том, что здесь убираются у нас две ручки. То есть вот здесь еще одна, да? Спокойно уберется. Также у этой лампы есть мягкая подушечка сверху. То есть можно не использовать подставку под ручки. Обзор выйдет очень скоро. Можно сказать, что он уже практически на монтаже. Пока мой носочек полимеризуется, давайте с вами поговорим еще об одном очень красивом дизайне. Под который я уже тоже подготовила типсик. Итак, этот дизайн у нас будет. Мы сейчас порисуем белым гель-лаком. Новогодний шарик. Камера фокусируется. Сейчас нарисуем новогодний шар. Будем делать прорисовку бантика. И также теневую часть акварельными капельками. Извиняюсь, заговорилась уже. Итак, я уже сделала подложку. Использовала темный красный гель-лак номер 657 коллекция Allure. Очень пигментированный гель-лак. Покрыла его в один слой. Ну и вообще это Red Collection. Коллекция красных гель-лаков. Я ее очень люблю. Ну и клиенты, соответственно, тоже. Потому что красный, ну это классика. Прям классика. Итак, покрыли типсик. Далее я покрываю его матовым топом. Матовый у меня сейчас потеряла его. Матовый у меня вновь будет вельвет. Перекрываем. Чуть-чуть камеру поверну. Матовый вельвет. Покрываем типсик. И также отправляем на полимеризацию. Пока он будет полимеризоваться, сейчас достанем наш носочек. Полюбуемся им. Дорогие друзья, кто смотрит в прямом эфире, пишите обязательно комментарии. Будем с вами общаться. Задавайте вопросы. Вдруг кому-то что-то непонятно. Или вдруг вы не знаете, как создать тот или иной дизайн. Пишите, спрашивайте. Я вам обязательно все расскажу. Тем временем наш носочек готов. Красивый, новогодний. И, кстати говоря, то, что мы сделали подложку из блестящего светлого гель-лака вживую, камера, к сожалению, не передает всей красоты дизайна. Вживую смотрится тоже очень-очень красиво. Откладываем его в сторонку. Итак, далее для... Так, так, так. Давайте мы его также сюда сейчас прикрепим к нашему носочку. Раз, чтобы было наглядно, что мы делаем. Мне потребуется белый гель-лак коллекции Black & White номер 440. Им я буду рисовать бантик и блестящий гель-лак. Так, так, так. Давайте возьмем коллекцию, наверное, Tinsel. Да. А это блестки разных фракций, которые переливаются разными цветами. Очень красивый. Не приготовила я, к сожалению, к прямому эфиру макро-линзу для того, чтобы показать поближе красоту этих гель-лаков. Но, кому интересно, и в аккаунте Planet Nails, и у меня есть мастер-классы, обзоры с этими коллекциями. Заполимеризовался наш ноготочек. Снимаем остаточки дисперсии и приступаем к прорисовке нашего бантика с шариком. Или шарика с бантиком. Сначала давайте нарисуем шарик. И уже отталкиваясь от него, будет видно, где у нас будет находиться бантик, какого он будет размера. Прикрепим обратно типсик. Кстати говоря, меня очень часто спрашивают, на что креплю типсики. Либо это на палитре, либо вот на таких магнитиках, подставочках. Это фикс-гам. Канцелярская жвачка. Ее можно найти на Валдресе. Набираем капельку для шарика и чуть пониже центра начинаю его прорисовывать. Хочу шарик большой, не хочу маленький. Я люблю большие шары, большие красивые банты. Потому что эффект вау. Не забываем про него. Еще побольше его сделаю. Не бойтесь рисовать, наносить гель-лак вот именно в этом дизайне в шариках, да, с объемом. Все-таки блесточки находятся в прозрачном гель-лаке и они заполимеризуются в любом случае. Так, нарисовали наш шарик. Я бы даже еще побольше его сделала. Еще побольше. Очерчиваем кружочек, который нам нужен, а материал уже из центра туда объем сам потянется. И хочу еще сюда добавить объема. Еще поставлю капельку гель-лака и отправляем на полимеризацию. Далее готовим материал для работы. Это у нас белый гель-лак. На палитру мы его уже поставили. Кисть сейчас от блесточек я промываю и будем рисовать бантик. Он у нас будет объемный, большой, красивый. Все так же с растушевкой, с теневой частью. Итак, достаю свой типсик. Напитываю кисть белым гель-лаком. И начинаю прорисовывать свой бантик. Сначала центральную часть, где у меня бантик завязан. Узелок, так скажем. Узелок нарисовала. Далее я рисую как раз таки вот эти вот сам бантик, который в бока уходит. Достаточно объемно. И потом мы его будем разграничивать, растушевывая, полупрозрачным черным. Напишите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно, потому что я так немножечко сбоку телефона сижу, чтобы мне был видно типсик. Так, и вторую половинку тоже прорисованную такую объемную. Почему рисую волнами? При разграничивании банта сейчас это будет понятно. А если вдруг, часто, кстати говоря, слышу такой вопрос, не хватает фантазии, чтобы нарисовать что-то самой. Дорогие мои, не заморачивайтесь, просто находите дизайны в интернете и пытайтесь их повторить. Вот, к примеру, сейчас я вам показываю дизайны, вы просто возьмите их и повторите. То есть, здесь пошаговые инструкции, что, зачем и как рисуется. Просто возьмите и повторите. И также мне нужно немножечко спустить ленточки от бантика в одну сторону и в другую. Просто их вытягиваю тоненько. Вот так оставляем. Вот такой подмалевок нашего бантика я отправляю в лампу на полимеризацию. Минимум на 30 секунд не прерываю полимеризацию. Так, сейчас я промою кисть от белого гель-лака и далее мне вновь потребуется черный. Это коллекция Black & White 443. И топ с липким слоем. Поскольку он у меня кончился, я его добавлю еще на палитру. И также в нем, в этом топе, замешаю капельку черного гель-лака. Так, беру капельку черного гель-лака и замешиваю. До однородной консистенции перемешиваю все это. Далее кисть поставила, в руке прокрутила и вывела из палитры. Тем временем мой бантик заполимеризовался. Итак, а теперь давайте разберем, где у нас будет синевая часть. Так, камера сфокусировалась. Отлично! Представим, что у бантика вот здесь залом и выглядывает немножко внутренняя сторона. Соответственно, в ней будет синевая часть. Почему здесь светлая, потому что она ближе к нам находится и она будет светлей. Эта часть находится в глубине, соответственно, тень ставим. Точно так же с другой стороны, но уже внутри, внизу у меня будет синевая часть, потому что она выглядывает как будто бы изнутри. Также тень поставлю немножечко в центре узелка, где завязывается мой бантик. Ну и в принципе все. И далее добавлю прорисовки уже белым лайнером гелем и объема добавлю благодаря топу без липкого слоя. Ну что, приступаем? Теневую часть полупрозрачной черной набираю на кисточку и разграничиваю свой бантик. Как будто бы вот эта часть у меня будет внутри выглядывать. Немножечко ее подтеняю. Так, на камере вижу, что не очень ярко, поэтому добавлю объемчика еще. Капельку поставила, кисть о салфеточку вытерла и границу немножечко стягиваю для того, чтобы она была у меня плавной. Подтянули, отправляем на полимеризацию. Буквально 3-5 секундочек. Этого достаточно. Вновь набираю материал на кисть. Вновь материал на кисть. Ставлю уже с другой стороны внизу. Но не перекрываю ленточку, которая спускается у меня вниз. Вновь кисть вытерла сухую салфеточку и материальчик растягиваю. Подтянула, отправляю на полимеризацию. Напоминаю, 3-5 секундочек. Не более. И далее я еще чуть-чуть добавлю на узелок. Поскольку свет у меня падает сверху, внизу около шарика и будет моя теневая часть. Добавили. Кисть вытерли салфеточку и чуть-чуть к центру все это подтушевали. Отлично. Отправляем на полимеризацию и готовим следующий материал для работы. Следующий материал для работы у меня будет база. Сейчас, секундочку. Гель-лаковая база. Я ей добавлю объем у своего шара. Также ставим на палитру капельку. Капельку поставили. кистью, которой работала я с растушевкой. Набираю материал с палитры. Прорисовываю бантик. Также это можно сделать гелем прозрачным для моделирования. Также этот объем я сейчас буду еще больше усилять благодаря топу безлипкого слоя. Прорисовала свой шарик. Прям не стесняюсь на объем. Добавляю еще и на этом этапе переворачиваю типсик вниз. Так как мы делаем выравнивание при покрытии гель-лаком. Чтобы у меня весь материал сконцентрировался в центре. Отправляю на полимеризацию. Далее буду перекрывать глянцевым топом без липкого слоя. гель-лакомцентрироваться беру мультитоп он у меня уже есть на палитре я его добавлю еще немножечко добавляю в бантике каждый элемент я буду прорисовывать топом отдельно для того, чтобы он у меня по отдельности был объемным. допустим сначала я прорисую центр узелочек квадратик нарисовала отправила в лампу можно капелькой еще больше увеличить этот объем второй уже да когда мы продублируем если мы продублировать захотим далее я прорисовываю часть где у меня внутри есть объемчик чуть-чуть заехала на серединку на свой узелок подчистила так отправляем буквально 3-5 секундочек это у нас промежуточная полимеризация далее набрала капельку побольше и прорисовываю уже основной центральный элемент у своего банта это светлую часть боковую часть своего бантика также в лампу 3-5 секундочек и здесь добавлю объемчика еще и на ленточку тихонечко ее также топом прорисовываем отправляем в лампу и со второй стороной бантика все то же самое центральная часть прорисовываем я хочу потом добавить объем еще больше вот на эту светлую часть бантика поэтому я продублирую вторым слоем топа без липкого слоя также синевая часть капельку поставила и вытянула ее все отправляем на полимеризацию 3-5 секунд промежуточная полимеризация что это такое когда материал схватывается сверху пленочкой нам этого достаточно когда когда я закончу свой дизайн я отправлю его на полную полимеризацию уже на 60 секунд это можно проделывать с базой и с топом а также с гель-лаками которые блестящие потому что они потом дополимеризуются в любом случае итак этим же топом безлипкого слоя я очерчиваю свой шарик прорисовываю добавляю ему объема и также можно перевернуть его к столу кверх ногами скажем так для того чтобы весь материал сконцентрировался в центре шара вот такой он в профил у нас получается отправляю на полимеризацию пока он у меня полимеризуется я готовлю следующий материал для работы у меня это будет сейчас секундочку я тут кисть промою для тонких линий от черного лайнера потому что я сейчас буду работать белым белый лайнер он также предназначен для прорисовки тонких линий именно тоненьких и мы сейчас будем прорисовывать с вами сам бантик также набираю материал на палитру материал высоко пигментированный материал густоват и прорисовывать этим материалом какие-то большие элементы то есть не тонкие линии а покрупнее уже не пройдет достаю свой бантик и хочу прорисовать его чтобы он был у меня почетче как я это делаю сначала прорисовываем квадратик серединку узелочек прорисовываем я очень надеюсь что вам сейчас на камере видно потому что я рисую белым материалом по белому материалу вживую это все видно прекрасно но вот как на камере вроде видно вы мне если что напишите если что я достану макролинзу и покажу под ней очерчиваем бантик полностью весь и также я сейчас буду отделять теневые части также мы их обрисовываем теневую часть капельку поставила раз вытянула и с другой стороны также капельку поставила раз вытянула к центру сделали прорисовочку бантика также нам нужно нарисовать веревочку нашего бантика на котором он висит можно кстати выложить ее стразиками можно просто прямую полосочку нарисовать в рамках прямого эфира давайте оставим вот так я кстати говоря люблю очень закладывать все это стразами а что хочу добавить здесь по своему объемному шару я могу еще нарисовать узор на шарике абсолютно любой ну вот например в виде таких зигзагов а можно еще этот узорчик и посыпать декоративным песочком блестящим он у нас еще будет и объемный нарисовали отправляем на полимеризацию в этом дизайне что хочу еще показать отправляем на полимеризацию сейчас расскажу я хочу добавить теневую часть пол шаром благодаря акварельным капелькам я беру номер 300 это не черный но такой прям знаете темно асфальтный цвет что я сделаю акварельные капельки я также нанесу на палитру мне не потребуется много вот сколько кисти у меня материала с ним и столько мне будет достаточно обычно можно работать прям кисточкой вот даже прям сейчас на себе покажу можно работать прям кистью из флакона но я люблю сейчас покажу свою любимую кисточку для аквареля прям секундочку вот что что а кисть для акварели я не подготовила так ага нашла я с акварелькой люблю работать такой вот кисточкой ее некоторые называют кто-то лепесточек кто-то кошачий язычок также акварель мы растушевывать сейчас будем и в этом мне поможет жидкость для акварели кисть в ней смачиваем кисть в ней смачиваем и набираю материал который у меня на палитре прям вот тихонечко как будто бы размывая эту акварель на палитре и хочу подтенить под своим шаром под шариком подтеняем сейчас еще жидкость это дает такой мокрый эффект она сейчас подсохнет и под шариком у меня будет теневая часть ее даже вот сейчас видно когда переливаю что это темная акварелька можно ее побольше добавить сделаем чтобы она высохла побыстрее у нас что дизайн уже не терпится посмотреть ну что вот такая теневая часть у нас получилось можно сделать ее еще поярче вживую у меня конечно здесь ярко все смотрится к сожалению камера сжирает цвет прям вот по-другому даже и не выразишься типсик снялся ну что приступаем к следующему дизайну следующий дизайн у нас будет мы с вами нарисуем снежинку но не простую а золотую хочется сказать но нет она у нас будет беленькая и красивая сейчас я подготовлю один типсик типсик я беру сейчас черный если мы работаем с клиентом то конечно мы перекрываем ноготочек черным гель-лаком коллекция black and white номер 443 поскольку у меня есть типсики черные я перекрывать не буду а только зашлифую для дальнейшей работы почему черный мне опять же нужен эффект вау для дальнейшей своей работы поскольку я буду работать магнитными гель-лаками полупрозрачными мне нужен черный фон сейчас вам покажу дизайн который мы сейчас будем выполнять очень красивый у меня кстати говоря с ним если я не ошибаюсь уже был мастер-класс и он просто взорвал соцсети как у planet nails так и у меня вот такой вариант дизайна видите черная подложечка переливается магнитный гель-лак это коллекция призма мы сейчас ее тоже используем белая снежинка посыпанная декоративным блестящим песочком и также инкрустация ну что приступаем черный типсик у меня уже готов я беру призма 351 красивый голубой оттеночек его кстати говоря можно как и отмагничивать так и не отмагничивать то есть как покрыли как блесточки легли и это уже будет красиво покрываю типсик покрываем типсик в один слой мне этого достаточно для того чтобы он и отмагнитился и прослеживался черный цвет в подложке покрыли типсик так сейчас прям одну секундочку магнитик возьму кстати говоря отмагничивать можно не только вот такими ой все у меня тут перемагнитилось не только вот такими прямыми магнитиками да но можно еще и поиграться с бликами вот с таким вот кругленьким здесь уже как ваша фантазия но опять же если с ней не очень дружите просто повторяйте дизайны те которые видите наши дизайны по нашим мастер-классам по данному прямому эфиру мы его обязательно сохраним вы его пересматривайте повторяйте дизайны и обязательно отработки нам присылайте отмечайте аккаунт planet nails мой аккаунт Галины Сахаровой нам будет очень приятно итак нанесла я магнитный гель-лак призма 351 и далее отмагничиваю я по бокам ставлю прямой магнитик на ребро и чуть-чуть его подгоняю к центру видите мой блик куда к центру начинает собираться и точно так же с другой стороны отмагнитила по бокам у меня получается темный в центре перелив я обожаю эту коллекцию в лампу на полимеризацию сейчас буду просто читать оды этой коллекции она вся очень красивая с мелкими блестящими частичками и на самом деле клиенты мои у клиентов моих коллекция призма пользуется просто бешеной популярностью и так сделали покрытие смотрите это уже можно счесть за дизайн голубой перелив черная подложка очень необычное такое исполнение как все говорят клиенты кошачьего глаза да у нас раньше был кошачий глаз когда у нас был наискосочек такая полосочка сейчас же это просто магнитные гель-лаки мы можем их отмагничивать так как нам хочется так как сработала так скажем наша фантазия и так можно оставить уже клиент я уверена будет в восторге но мы на этом не останавливаемся перекрываю типсик или ноготочек клиента топом без липкого слоя сейчас я использую в работе мультитоп и далее уже буду рисовать дизайн перекрываем типсик топом обычно я покрываю с минимальным выравниванием то есть все так же на клиенте ручку буквально на 5 секундочек я переверну чтобы топ у меня сам довыровнялся сейчас на типсике ну видите да блик какой красивый я этого делать и не буду отправляю на полимеризацию 60 секунд и на палитре у меня уже приготовлен в принципе мой материал это лайнер гель которым я буду работать прорисовывать нашу тоненькую красивую снежинку и далее посыплю очень красивым блестящим декоративным песочком кисть я использую все так же тоненькую 21025 напитываем кисть напитываем напитываем чтобы между каждой ворсиночкой у меня был материал но чтобы на кисти не было излишек напоминаю кисть поставили в руке прокрутили и вывели и на ней остается минимум материала камера сфокусировалась я думаю вам видно итак типсик 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 еще 10 секундочек просит меня подождать до конца полимеризации ее желательно не прерывать все-таки выделяйте себе это время не торопитесь полимеризация закончилась итак кисть я напитала и сейчас рисую снежинку снежинку вы можете рисовать абсолютно любую вот как рука ляжет нарисовали центральную часть вот сейчас мы с вами давайте центральную рисуем сначала я всегда рисую просто крестик так если я выйду из кадра мне пожалуйста об этом напишите потому что я бываю настолько увлечена рисование что ничего не замечаю крестик нарисовала далее еще один крестик рисуем а еще когда я рисую обычно я практически не дышу я думаю многие мастера меня поймут так два крестика нарисовали ну а дальше уже как ложится ваша рука насколько много вы хотите добавить мелких элементов вот так и делайте я хочу здесь допустим нарисовать вот такие мелкие треугольнички внутри раз раз и в каждом промежуточке я сейчас их и добавлю раз раз потихонечку набираю материал на кисть по чуть-чуть если я вдруг вижу что она у меня уже совсем сухая нарисовали треугольнички далее можно капельки точечки мы кстати вот сейчас декоративный песочек будем использовать можете его не использовать можете использовать можете использовать на определенных частях снежинки не везде здесь уже опять же как позволит вам ваша фантазия выполнить этот дизайн и например я хочу добавить еще такие в виде капелек но материал у меня на палитрке маловато я добавлю еще ставим на палитру здесь же кисть напитали вывели ее из материала смотрите я набираю небольшую прям капельку видите на кончик кисти набрала капельку что я теперь делаю эту капельку поставила раз вывела и точно так же еще раз и так каждый свой усик я сделаю каждый свой усик дублирую и рядом с ними смотрите я еще хочу добавить раз еще один может быть у вас снежинка получилась очень маленькая и у вас эти усики не убираются ничего страшного я вам открою один наверное секрет так говорит мой наставник на самом деле никто не знает как должно было быть поэтому вот как нарисовали так и получился это ваш эффект вау хотите добавлять еще мелких элементов хотите нет очень круто рисует так я очень надеюсь что я сейчас из кадра не выходила потому что я на телефон практически не смотрела обожаю рисовать лайнер геля прорисовывать такие мелкие элементы давайте вот еще не знаю давайте вытянем вот из них еще усики потому что когда я рисую дизайн вот я его нарисовала еще хочу добавить еще а еще вот здесь а еще вот здесь это нормально но с этим нельзя борщить за этим следите так добавили усики отлично еще хочу точечек добавить давайте вы мне дорогие мои пишите пожалуйста комментарии если есть вопросы задавайте я с радостью вам на них отвечу вот еще поточечки продублировали и теперь что я делаю можно еще внутри вот здесь вот смотрите вот так вот раз чем больше таких мельчайших элементов в снежиночках тем они ажурней и такие изящные смотрятся далее я беру свой декоративный блестящий песочек он у меня в такой коробочке я его набираю кисточкой и обильно посыпаю снежинку прям вот слой за слоем стряхнула еще раз посыплю раз и теперь очень важный момент когда вы посыпали декоративным блестящим песочком нашу гель красочку увеличьте чуть-чуть время полимеризации то есть если лайнер у нас полимеризуется 60 секунд ну увеличьте еще секундочек на 30 60 чтобы он дополимеризовался все-таки до конца и далее в эту снежиночку можно добавить еще и инкрустацию можно в центр снежинку выложить у кутикулы можно еще если это ручка клиента можно еще и на мизинчики по кутикуле добавить стразики у меня стразы опал такие полумутные зимние красивые стразики вот такая красота у нас получится кстати на что также частый вопрос на что мы сажаем стразики чтобы они очень круто держались это гологель от planet nails если вы обратите внимание например на моем аккаунте галина сахарова у меня очень много ногтей с именно украшениями это стразики сейчас вам покажу это стразики цепочки и абсолютно все я сажаю вот такие крупные стразы я очень люблю с ними работать вот к примеру давайте вот это посмотрим ой 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 видите какая крупненькая то есть я все стразы всегда сажаю на глу гель и держатся они безупречно ноготочек у меня сейчас перекрыт глянцевым топом он такой скользкий относительно даже моего длиннющего ногтя да вы посмотрите какая большая стразинка на глу гель и ничего у вас никогда не отвалится кстати говоря на разных мероприятиях когда ездим по командировкам по выставкам со стразиками мастер-классы я показываю и мастера испытывают на себе как же будут носиться эти стразики на этом глу геле и поверьте мне вот прям на слово столько положительных отзывов получаю в личку мне кажется их пора уже скринить и куда-нибудь дублировать и так со стразиками все понятно да ну что вот такие дизайны у нас получились после полимеризации конечно мы достаем наш типсик можно оставить так можно добавить стразики но это уже очень очень красиво только даже за счет эффекта коллекции призма ну что вот такие у нас три дизайна получились очень очень красивые новогодние пишите обязательно мне комментарии как вам прямой эфир может быть что-то непонятно было разъясню в комментариях побольше и так же давайте я вам покажу еще наши новогодние дизайны это к примеру вот такие мультяшки если они вам очень сильно нравятся так же напишите нам в группу мы сделаем по ним прямой эфир еще в ближайшие дни также выйду в прямой эфир покажу как делать шарики с магнитными гель-лаками здесь у меня тоже кстати коллекция призма еще я очень люблю коллекцию мистик очень красивые вот шары с ними выполнены можно нарисовать попробовать вот такую звездочку здесь мы будем использовать гель-паутинку черную зимние узоры с мамочки с градиентом ну в общем вы пишите нам обратная связь очень важна и обязательно на все все сообщения мы ответим так же как вариант новогодних дизайнов вы посмотрите это коллекции 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 это у нас диска диска самый элементарный что можно сделать с блестящими гель-лаками ну смотрите здесь выполнены наклеечки если заменить их наклеечки надписи если эти надписи заменить на снежинки то будет вполне новогодний дизайн почему бы и нет также инкрустация очень крупные шарики коллекция фьюжи он здесь выполнена у меня красота кстати вся инкрустация на глу гель напоминаю вам ну что завершаю свой прямой эфир а еще кстати хочу вам показать мастер-класс мы снимали уже на этот дизайн это у нас фтирочка от planet nails очень красивая и моя самая любимая пластина для стемпинга дорогие мои все мастер-классы все дизайны которые вы хотите увидеть в наших прямых эфирах в мастер-классах обязательно пишите в комментариях или в личные сообщения мы все отследим все выполним и все вам покажем так сейчас я камеру переверну итак прямой эфир свой я завершаю спасибо всем огромное кто присутствовал с нами онлайн не меньше большое спасибо те кто посмотрел нас в записи еще раз напомню лайки репосты комментарии приветствуются так что спасибо всем большое пока-пока и хорошего воскресенья